Сегодня мы покажем 5 интересных опытов, которые каждый из вас может повторить у себя дома. Для первого опыта нам понадобится пятицкая капуста, вода, пищевой краситель, который можно купить в каждом супермаркете. Итак, берем пищевой краситель, высыпаем его в воду, как показано на видео. Размешиваем до полного растворения. Вставляем листы пекинской капусты, также ее можно заменить любыми белыми цветами. Через 6 часов вы увидите, как листья красились в разные цвета. Растения всасывают воду и за счет этого питают свои цветы и листья. Получается это благодаря капиллярному эффекту, при котором вода сама стремится заполнить тоненькие трубочки внутри растений. Так питаются и цветы, и трава, и большие деревья. Всасывая подкрашенную воду, они меняют свой цвет. Для следующего опыта нам понадобится 2 стакана простой воды, в сырое яйцо 5 чайных ложек соли. Аккуратно поместите яйцо в стакан с простой чистой водой, как и ожидалось, оно упустится на дно. Если нет, возможно, яйцо протухло и не стоит возвращать его в холодильник. Во второй стакан налейте теплой воды и размешайте в ней 4-5 чайных ложек соли. Потом переложите яйцо во второй стакан, оно будет плавать у поверхности. Тут все дело в плотности. Средняя плотность яйца больше, чем у простой воды, поэтому яйцо опускается вниз. А плотность соляного раствора выше, и поэтому яйцо поднимается вверх. Для следующего опыта нам понадобятся зажигалка и фонарик. Зажгните зажигалку и держите на расстоянии 10-15 см от стены. Посветите на зажигалку фонариком и увидите, что на стене отражается только ваша рука и сама зажигалка. Огонь не отбрасывает тени, так как не препятствует прохождению света сквозь себя. Для следующего опыта понадобится 1 апельсин, надутые шарики, сколько пожелаете. Отрежьте от апельсина кусочек кожуры, как если бы вычистили апельсин для еды. Надавив на кожуру, брызните соком цедры на надутый шарик. Шарик лопнет. В цедре апельсина много такого вещества, как лимонен. Он активно растворяет резину, поэтому тонкий шарик не может ему противостоять. Для следующего опыта нам понадобится воздушный шарик и восковая свеча. Если поднести пламя к шарику с водой, поджечь его не удастся. Вода будет отводить тепло от резины. Кстати, в шарике можно вскипятить воду, только шарик должен быть из плотной резины и круглой формы. Но, вот что будет, если взять свечу, заряженную от фотографии Чака Норриса. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Этим вы вдохновите нас на сознание. Ну вот, еще более интересных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok